В Актау пытаются решить проблему обманутых дольщиков. Власти области пошли на беспрецедентные меры и договорились с одной из строительных организаций региона. Компания выделяет пострадавшим вкладчикам квартиры или же возвращает им деньги. Напомню, жилищный скандал разгорелся в Актау еще осенью. Горожане жаловались, что остались без вложенных в жилье денег и без обещанных квартир. Год назад Дастан Ордабаев решил купить двухкомнатную квартиру в строящемся доме. За жилье заплатил 7,5 миллионов тенге. Деньги отдал, а вот с квартирой начались сплошные проблемы. Стройку приостановили, а в отношении застройщика начали расследование. Мы все были в панике, не знали, что нам делать. Остались без накопленных средств. Обратились к властям. Нам сказали, что нашлась компания, которая нам поможет. Можно взять квартиру, либо вернуть вложенные средства. Я знаю, что 5-6 человек хотят вернуть деньги, а я хочу квартиру. Жилищный скандал разгорелся осенью. Выяснилось, что застройщик продавал одни и те же квартиры по несколько раз, а потом и вовсе пропал с деньгами дольщиков. Сейчас он находится под стражей, а строительство дома заморожено. К слову, горе-застройщик заключил договоры с вкладчиками на 2 миллиарда тенге. Чтобы решить вопрос, были организованы встречи с представителями строя организации региона. Жители сами выбрали одну из них. Теперь компания берет на себя обязательства перед дольщиками по предоставлению им жилья на своих условиях. Допустим, если цена квартиры выйдет дороже, потому что везде разная квадратура и стоимость жилья, то вкладчикам придется доплатить разницу. По словам руководителя городского отдела строительства, если жители не согласны с условием новой строительной компании, то она выплатит им ранее уплаченную в качестве первоначального взноса сумму.